Добрый вечер! Сегодняшняя наша гостья приехала к нам из Райчихинска. Валентина Солотова – гроза местных управляющих компаний. Коммунальщики знают, что Солотова разбирается в тарифах лучше, чем многие экономисты. Свой первый суд у ЖКХ она выиграла еще в далекие советские времена. Его решение исполнял горком партии. Здравствуйте, Валентина Николаевна! Здравствуйте! Первый вопрос такой. Как сегодня в Райчихинске народ живет при новом мэрии? Печально просто говорить об этом. Работы нет, очень сложно. Мне кажется, что на проблему нашего города не обращают внимания или мало обращают. Во всяком случае, нам не видно, как помогает региональная власть. Райчихинск – ваша судьба? Сколько лет вы там прожили? Я живу там с 1948 года. Вот так, с 1948 года. Да, поэтому я знаю, как город строился, и очень печально смотреть сейчас на то, как он умирает. Говорят, в Райчихинске говорят, что у Солотовой обостренное чувство социальной справедливости. Она вранья терпеть не может. Это правда? Это правда. Я считаю, что каждый человек, пришедший в эту жизнь, имеет право жить в обществе социальной, где должны быть равные права у каждого. А поскольку права рядового человека очень часто попираются, поэтому по характеру, в силу своих знаний я пытаюсь защитить права как свои, так и других граждан. Трудно защищать свои права? Очень трудно. Очень трудно. Очень трудно. Даже по той причине трудно, что законодательные акты, что поражает даже законодательство и статьи закона, в разных регионах суды трактуют по-разному. То есть закон не един. Я выражаюсь так. Закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло. Поэтому я и задавала вопрос в Думу тем, кто... Я называю, поскольку законы очень сырые, я не являюсь ни юристом, но и то это видно простому человеку интересующему. Настолько сырые, поэтому я говорю, что пекут, как не всякая кухарка, блины. Понятно. Смотрите, вот вы в Райчихинске живете 64 года, да? Да. Сегодня там население примерно 22 тысячи человек. Да, сейчас осталось так. У мэра города 5 заместителей. А я этот вопрос поднимала много раз. Вся беда в том, что голосуют непонятно почему, ведь принимают решения депутаты, а мы их избирали. Я задавала вопрос. Численность населения уменьшается, муниципальных предприятий практически нет, а заместители, зачем они нужны? Вам что-то на это... Что вам на это власть ответила местная, на этот вопрос? Ничего не ответили. Ничего не ответили. Чем объяснить объективно, в чем заключается то, что необходимость 5 заместителей. Был сокращен, сейчас опять свели. Понятно. Вы встречались с Владимиром Жириновским? Были на встрече? Встречалась. Но я с какой целью встречалась? Вот именно то, что я вам сказала о том, что законы настолько сырые и настолько неконкретные, что их можно трактовать по-разному. С этой целью, когда он приезжал сюда в Благовещенск, я приехала для того, чтобы обратить внимание. Специально приехали. Внимание, чтобы задать вопросы. Конечно, не получилось задать вопросы, поэтому я написала ему письмо, но охрана была очень большая, и охранник щипал меня. Щипал? Щипал. Очень подпускал. Но я вынуждена была крикнуть, потому что обратить на себя внимание, крикнуть. Владимир Вольфович, можно вас обнять, потому что другого пути я не видела, как обратить на себя внимание. Ну и? Он раздвинулся, охрану, толпу, и естественно... Вы обнялись. Он обнял меня, но я преследовала свою цель, а он свою цель. Ему хотелось, наверное, показать, как народ любит его. И он приглашал камеры, которые приехали, видимо, из Москвы... Чтобы эти объятия заснять. Объятия заснять. Но пока операторы пробирались, не получилось, сзади меня сняли. Он просил, чтобы именно снять этот процесс. Дубль-два сделать еще. Да, я считаю, что это была просто игра на публику. А вообще, как вы к Жириновскому относитесь? Вот ваше мнение. Я отношусь, потому что я и задавала ему вопросы. Потому что человек имеет доктора юридических наук. Образованный. В общем, образованный очень человек. Столько лет в Думе. Задавала вопрос ему, потому что столько лет в Думе. Но мне кажется, он занял удобную нишу. И как я называю, это роль юродивого. Играет роль юродивого. Потому что ничего из того, что он говорит, и его поведение настолько... Если бы в моем понятии, почему юродиво, если бы он хотел быть президентом, то он совершенно по-другому вел себя. Он ведет себя так, чтобы его не избрали. А чтобы быть постоянно в Думе, очень удобное, мне кажется, удобное место. Спасибо за ответ. Вот иногда чиновники у вас берут какие-то консультации? Могут что-то посоветоваться с вами? Или они вас очень не любят? Или бывает? Бывает такое. Бывает и мне... Я говорю на это, просто стыжу. Что стыдно, у вас есть компьютеры. Я пожилой человек, ничего у меня нет. Кроме того, что я собираю нормативную литературу. Либо в российской газете. Либо прошу, чтобы вы взяли с консультацией. Плюс, то есть все постановления, касающиеся ЖКХ, потому что это самая больная тема для всех нас. И почему еще должна вернуться к тому вопросу? Хотела, чтобы была создана рабочая группа. По той причине у меня сложилось впечатление, что власть, близоруко, она из-за стен Кремля видит слишком близко. И проблемы, которые, считаю, особый закрат не потребует, можно решить. Скажите, вот жизнь, она соткана из райчихинсков. Из маленьких городков, из деревень соткана наша страна и наш мир. Вот на Ваш взгляд, три самых главных проблемы Вашего города. Какие? Самые главные проблемы – это безработица. Вторая проблема. Мне кажется, взаимоотношения администрации отражаются. Нет, с предпринимателями, в частности, это отражается. То, что нет взаимопонимания. В моем понятии, что когда приглашаются на работу с других регионов, даже городов, провести работу, и если есть у нас предприниматели, которые могут это сделать, работают, и когда с них можно спросить за качество, а не с тех, которые, допустим, с Комсомольска приехали, или из Хабаровска сделали брак, и очень трудно их заставить это переделать. Другая причина, я считаю, что очень мало чиновников выходят даже для контроля. То есть, редко отрываются от своего кресла, чтобы посмотреть воочию, что можно сделать, даже не применив больших затрат финансовых. А почему Вы не баллотируетесь в депутаты? У Вас такая активная жизненная позиция. С удовольствием я бы пошла. Это Вы вот сейчас, Вы меня слышите. Значит, для того, чтобы работать, я должна хорошо слышать. Я инвалид. Я плохо слышу. У меня и слуховой аппарат мне не помогает, потому что у меня не вред слуховых нервов. После лекарственной. Не вред. С удовольствием пошла я очень. Если бы здоровье позволяло, пошли бы. Я считаю, свою точку зрения всегда бы отстаивала. Всегда бы отстаивала. Никогда. Если считаю, что так должна быть и моя точка зрения, я доказываю, почему я так считаю. И ее отстаиваю. И на последний вопрос. Вот есть такое мнение, что наши главные враги – это наши амбиции. Вот очень часто амбиции побеждают разум. И у власти тоже амбиции. Абсолютно согласна с вами. Абсолютно. Как правило, как правило, это я заметила, именно у чиновничества, у глав регионов, муниципалитетов зачастую, именно амбиции не позволяют вести диалог и слушать других. Спасибо большое, Валентина Николаевна. Пожалуйста. Это были простые вопросы для жительницы Райчихинска Валентины Солотовой. Мы говорили об амбициях жизни и власти. Всем здоровья, добра, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова